Доброе утро, дорогие коллеги. Надеюсь, у вас такое же хорошее настроение, как у меня, потому что вчерашняя ставка ФРС, неподнятая, сработала ровно так же, как мы ожидали, резкий рост индекса доллара, снижение фунта и еврика, подробнее об этом поговорим. Поэтому, если вы спрашиваете себя, где находятся самые талантливые прогнозисты на финансовых рынках, так это вы и есть, и не надо больше ничего спрашивать и оглядываться по сторонам и выдумывать всяких там придуманных гуру, понимаете. Нет, все они здесь, за стенами Utrade TV, за виртуальными стенами Utrade TV. Ну, скажем так, есть кое-кто, у кого можно поучиться, но немного все таланты собраны здесь. Мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 8 ноября 2018, 9, это вчера был такой радостный день, 8, что в голове отпечаталось. Сегодня, друзья, уже 9 ноября 2018 года, пятница. Поздравляю всех с окончанием «Продовой недели», желаю вам успешного ее сегодня завершения. Меня зовут Игорь Суздальцев и сегодня, кстати говоря, день столетия окончания Первой мировой войны. Будем надеяться, что такого ужаса больше в жизни у мирового человечества не повторится. А мы начинаем с технического анализа и смотрим с вами, что у нас на рынке. Биткоин вчера снизился, сегодня снижается, но сильную поддержку 6369 долларов пока удерживает. Вот это движение вчера мы прогнозировали, мы увидели коридор и говорили, что двинемся наверх. Ну а сегодня, конечно, пробой-отбой, это такая тема сложная. А вот эфириуму есть куда пройти до нижней границы, мне кажется, он этот путь может сегодня пройти. Риппл практически ударил в нижнюю границу, но тоже не дошел, не дошел. Посмотрим, будет ли разворот. Американский сорт нефти, друзья, уже 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десятую подряд торговую сессию снижается. И каждый день ее пытаются корректировать, перехватывать и так далее, но бесполезно, друзья. Мы пробили уровень и горизонтальный, и нисходящий. Давайте уже горизонтальный берем. Сейчас делаем ретест, уже часов в 10 делаем ретест. И такое впечатление, что готовимся снова вниз. Но сегодня пятница, коллеги. Напоминаю об эффекте пятницы, а неделя практически безоткатная вниз. Мы сейчас на лоях недели. И вот сегодня, кстати говоря, я бы нефта и не продавал. Некоторая коррекция может быть. Она иногда бывает. Большая достаточно, как три недели до этого. Маленькая, как на прошлой неделе. Но все-таки продавать дальше сегодня рискованно. Может быть, это сегодня не совсем наш инструмент. А кто любит рисковать, кто знает. Может быть, на коррекцию и стоит посмотреть. Индекс доллара, друзья. Вчера резко вырос. Сегодня продолжает рост. Конечно, все вот эти каналы уже пробиты. И подтверждены их пробои. Мы идем наверх. И как мы ожидали с вами вчера, ровно в 22.00. Все ломано. Ну, развели, конечно, немножко, я думаю, туда-сюда. Давайте М5 включим, посмотрим. Поразводили и двинули наверх. Естественно. Естественно. Вот. Мы с вами талантливо вот это движение спрогнозировали. Движение было 35 центов по индексу доллара. Ну, а в целом 50 центов к моменту к настоящему. Хаи после этого движения состоялись. Ну, что. Естественно, что в этой ситуации и евро, и фунтик. И, кстати говоря, я думаю, все двинулось вниз. Но сейчас мы проверим, естественно, что удержалось, а что двинулось вниз. Доллар вчера доминировал, затолкал всех вниз на этой неподнятой ставке. Да, ставка была 2.25 и оставили 2.25. Еврик, естественно, вниз глубоко. Сейчас в моменте 1.1344. Опять мы стремимся к уровню 1.1315. Смотрим недельный график и видим отрицательное значение. Ну, друзья, поскольку съехали сверху, может быть, сегодня коррекции особо и не будет. Но тоже непонятно, как торговать. Продолжать ли дальше снижение? Вполне. Вполне. Потому что все-таки этот импульс, если его дали вчера, он может сутки двигаться. И пятничной коррекции по индексу доллара может и не быть, честно говоря. Поэтому вот самая спорная сейчас, вообще сейчас это будет самая спорная пятница за последнее время, потому что после сильного движения должна быть коррекция. Но поскольку тренды, импульс был в направлении длительных трендов, ее может и не быть. Вот, например, фунтик. Мы ожидали сильное движение, оно состоялось. И мы ожидаем глубоко, гораздо глубже, вниз, аж на уровень 1,2695, то есть еще на 370 пунктов вниз. И будет ли сейчас коррекция пятничная или нет? Большой-большой вопрос. Ну, вот по фунтику, наверное, и может быть, потому что фунтик по неделю пока положительный. Если по еврику он уже отрицательный, то фунтик по неделе положительный. Вот здесь резервы для снижения, на мой взгляд, вполне себе есть. Поэтому центральная идея, на мой взгляд, сегодня – это продажа фунт-доллар. Далее, коллеги, доллар, японская иена вчера вырос рыночно, сегодня нерыночно снижается. Но этот инструмент никто не понимает, даже не корячьтесь. Доллар-франк растет второй день рыночно. Но здесь, кстати, сильная зона сопротивления. 1,00, естественно, кто бы удивлялся. Вот, мы ударились с него тоже. Вот тоже, может быть, кстати, на коррекцию здесь играть, потому что зона паритета, она всегда очень сильная. Да. То есть, если кто-то хочет продавать доллар, покупать доллар, это вот по фунтику и по доллар-франку тоже. А, нет, продавать доллар по фунтику, покупать доллар по фунтику, то есть продавать фунт-доллар. А если хотите покупать доллар, тоже страшно. Нет, ничего не буду говорить про доллар-фунт. Ситуация классическая, пробой-отбой, поэтому кто во что верит. Доллар-канадец, друзья, стремится наверх, то есть в нефть никто особо не верит. Австралийц снижается второй день, но, кстати, масштабы снижения австралийца гораздо меньше, чем европейских валют. Новозеландец тоже снижается, но тоже меньше. Золото, посмотрите, шестая подряд торговая сессия вниз. Серебро вчера и сегодня вниз. Американские фондовые индексы. Вчера фьючерс на индекс Dow Jones закрылся в плюсе, сейчас снижается. Понимаете, NASDAQ второй день снижается, и S&P второй день снижается, но умеренно достаточно, скажем так. Поэтому основная идея рост индекса доллара и, соответственно, падение других инструментов, она очень, она, мне кажется, остается на столе. Ну вот тема пятницы, пятничной коррекции, конечно, она такая очень интересная. И посмотрим, какой из трендов в конце концов сегодня возобладает. Поэтому день сегодня, однозначных трендов нет, и день сегодня очень спорный, и мы целый день об этом, естественно, будем говорить. Глобальные новости, друзья. Вчера вечером озвучили расширение санкций США против России. Связаны они с Крымом и Донбассом. В санкционные списки попали три физических лица и девять организаций. Подробно можно почитать, это везде расписано. Ну, самая серьезная, наверное, санкция, это против курорта Мрия Резорт и Спа. Почему? Потому что там проводится Ялтинский экономический форум. И теперь ехать туда, на Ялтинский форум и подставляться под санкции напрямую, поскольку само предприятие, где проходит форум, а под санкциями, это так серьезно. Это серьезное действие американцев. Плюс ко всему известно, что строительство этого отеля, пятизвездочного Мрия, оплачивал Сбербанк. Обошлось 300 миллионов долларов. И теперь, когда наложили санкцию на Мрию, то понятно, что отбить эти 300 миллионов долларов инвестиции будет гораздо труднее. Ну и другие, так сказать, лица, физические и юридические лица, которые попали, естественно, тоже трудности создаются. То есть некоторые говорят, да там, чего там, кого-то это. Не-не-не-не, там американцы знают, что делают и знают, зачем. То есть там все удар по, так сказать, по доходности, скажем так, работы в Крыму. Он очень конкретный и не надо там посмеиваться и так далее. Вот. К сожалению, видите, не удается пока с американцами ни о чем договориться. Тем более, что я вижу, что «Таймс» пишет, у Лондона есть планы добиться санкций ЕС против руководства военной разведки России. Ну это по делу Скрипалей. Как-то со всех сторон на нас сегодня решили напасть. О! В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку агента. Ну как? А кто это? Давайте посмотрим. Австрийская армия. Полковник, имя которого не называется, получил 300 тысяч евро за свою работу. Ммм. Ну как? Австрийцы припопали. Далее, друзья. Российские новости. Эльвира Набиулина призвала не бояться повышения ключевой ставки. Опа! А как же не бояться? Если кредит подорожает, товары в магазине подорожают, инфляция начнет расти. Это же 90-е годы. Эльвира Сахибзавровна. Мы боимся. Вы нас не успокоили. Далее, коллеги. Россия начнут взимать пошлину при ввозе товаров в рамках Евразийского экономического союза со следующего года, уже с 1 января. Беспошлиный ввоз товаров сократится с 1500 евро до 500 евро. Ну а это страны ЕАЭС. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Ну не знаю. Мне кажется, это неправильно. Это сразу ограничит товарообмен. Далее, коллеги. Альфа-банк рассказал о проблемах малого бизнеса из-за чемпионата мира 2018 года по футболу. А предприниматели жалуются на снижение продаж, ограничение движения и проверки. Оба. Это такая интересная новость. Тоже все кричат, чемпионат мира по футболу, куча денег, куча денег, а что-то пока не сильно получилось. Далее, коллеги. Давайте спросим у монеты, что она думает насчет у нас сегодняшнего курса уровня цен на WTI. Вчера она попала в ноту. Правильно? Состоялся сел. Сегодня бросаем. Смотрим. Сел сегодня монеты видит. Ну если вчера, если я соглашусь, то сегодня, я откровенно скажу, просто не знаю. А сегодня, после вчерашнего мощного движения в направлении импульса, еще раз говорю, а ну сейчас мы давайте подведем итоги. Сначала посмотрим, какие у нас глобальные макроэкономические индикаторы на столе. В 12.30 ВВП Великобритании за третий квартал. Да, фунтик может качнуться куда-либо. Праздников никаких, спикеров никаких. Число боровых установок от Baker Hughes в 21.00. Это все, что у нас на столе сегодня. Все, коллеги, подводим итоги. Итак, сегодня очень трудная пятница. Если вчера был хороший день, мы все очень грамотно спрогнозировали. Я надеюсь, многие заработали. То есть сегодня трудный день. Почему? Потому что в направлении основных трендов совершено движение. И сегодня опять, в понедельник оно продолжится. Но сегодня пятница. Эффект пятницы. Кто-то будет фиксировать курс. Кто-то пытается толкать его дальше в направлении сложившегося тренда. Поэтому сегодня день расколбаса. Сегодня пила. Сегодня работа на коротких дистанциях, небольшими объемами. Почти скальпинг. Вот такой сегодня день, на мой взгляд. Ну, а каждый из вас, естественно, принимает решение сам. И мы сейчас, естественно, послушаем всех спикеров, кто что думает на этот счет. Спасибо большое, коллеги. Всем удачи. Хорошего дня сегодня.